все уже с утра замурзала все понасыпала перца соли в общем шпинат рикотта добавила жменью морковки сейчас сюда такую хорошую жменью сыра никаких яиц и что это у нас будет что это у нас будущего скажу че скажу че покажу так лазанья в сторону канелоне видите как раз они тут с рикоттой со шпинат сейчас только соберут ушел это не я виновата это палец вчера порезал он теперь неправильно работает ладно или кофе надо еще попить в общем делаем вжиг хуру все закончилось все закончилось закончилась у меня сливочное масло пошла я в магазин думаю то сейчас пачечку куплю на бешамель боже такие цены бешеные а я уже своему аву заказала купить ну что я нашла выход из положения сделала на растительном масле на самом обычном смотрите какая шелковистая красивая бешамель получилось так теперь надюша смела сказала что вчера сделала с тыквой и сыром лазанью а я предлагаю такую лазанью сделать сальсича и тыква а еще вот такая тыква раз мы уже о тыкве заговорили режете ее напополам вычищаете вы шкребаете видите здесь такая она тоненькая и оставим так можно насечь а вот сюда вовнутрь помните я кота-то делала с фаршем но предлагаю вариант повкуснее с горгонзолой можно добавить чуть-чуть риса а можно сделать горгонзолу и сальсичу и просто две половинки ну естественно солька перчик и мускатный орех он бросится сюда и запекайте в духовке ребята это будет такая если горгонзолы нет то сулугу не тоже подойдет понимаете у кого какой сыр есть так вот попробуйте а потом не расскажете монастырская изба ну почти ну хотя можно вы знаете ну можно 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 они конечно не сладкие но если кремом перемазать то будут сладким и так что нам надо чуть-чуть маслица хорошего на противень чуть-чуть чуть-чуть бешамель и начиняем трубочки потом сверху зальем остатками не вздумайте отваривать трубочки или листы на лазань не напрягайте не себя и свою семью делается все в сыром виде начинили наложили чуть-чуть расстояние оставляем между канеллоном и они у нас разводятся бешамелькой все залили чуть-чуть соуса осталось но я буду делать сегодня скалопину поэтому уйдет молочкой чуток провели это для того чтобы паста лучше сварилась и сыром засыпали и оставляем на полчасика сколько есть время оставляем пусть она себе паста разбухает если вы отварите перед этим пасту а потом засунете ее в духовку минут так на 35-40 на время приготовления то у вас получится клейстер а как у вас получится вполне готовое блюдо очень вкусно и покажу готовом виде за рыбу полигурийский не забыли вот не из картошка один острый перчик добавила каперсы оливки помидорчики немножко чеснока петрушка по концу идет все и наша эмульсия духовку 15 минут почему делаю с этой рыбой потому что это у нас скорфана она очень уваривается понимаете 180 грамм филе остается она больше для рыбного супа так что полигурийский как раз будет такая с подливочкой рыбка вкусная вдруг шпунтик пришел а эти какой гномик мороженое это не мандарины они внутри оранжевые и по идее сладкие так вот этот друг шпунтик нашим бесплатно причем горит дай мне говорит арбуз и голубое ах ты же какой блин так мне еще надо пожарить вот это нарезать это сделать это убрать кухню ёшкин кошки у меня все еще и канелу нет без сливочного масла ничего не хуже чем сливочным ой наклейник мяско назад раздевать айра кольден саджу ли и это вальпоза пробуем заграничный фрукты Мы хотим видеть, но ничего нет. Ммм. Ммм. Не очень вкусно. Для меня это хорошо. Да, хорошо. Я 5.35. Вроде как 33, но все равно жарко. Сегодня парковщику говорю, не придешь кушать? Говорю, отправлю Мишель до тебя с тарелкой. А то жрет, непонятно что. Потом говорит, желудок жжет. Отправила. Сейчас посмотрю, что он мне скажет. Хоть на пляж езжай. При такой погоде. Билетики проверяете. У всех. Кроме меня с Мишель. Моя особая. Амуре мио, ай манжато? Манжато, можно пьято поесть? Все, я могу есть. Алла, Стефаня. Чао. Покушала. Хе-хе-хе. Вот так вот. Все у нас под колпаком. Божья кожура. Божья кожура. Я и поезд. Хе-хе-хе. Ну не даст слово сказать. Ну не даст. Приезжаю домой. И у меня звонит телефон. Смотрю Мишель. Думаю, может что-то на работе забыла. Говорит, Лиль, ты уже дома? Я говорю, да дома, только что приехала. Она говорит, представляешь, меня менты остановили. Я говорю, за шо? Почему? Она говорит, они проверили. А я, говорит, не прошла техосмотр. Я говорю, как не прошла техосмотр. Вот так, говорит. Оказывается, я не прошла техосмотр. Я говорю, а куда ты смотрела? Она говорит, ну, у меня ж машина, первая машина, я же, говорит, не в курсе. Вроде, говорит, мой этот кавалер смотрел, сказал, что все нормально. Она говорит, а ты прошла? Я говорю, каждые два года прохожу. Там же все четко, все расписано. Короче, за непрошедший техосмотр, машина не имеет права двигаться по городу, 120 евро штрафа тут же на месте. Если бы не уплатила сегодня, то завтра это было бы уже где-то 207. Ну, короче, она уплатила штраф. И теперь ей надо срочно проходить техосмотр. Вот так вот, ребята, проверьте свои права, машины, документы, не забывайте. Самая красивая пробка за все время. Вот такая другая командировка за цель. Продолжение следует...